друзья саламу алейкум приветствую сегодня у нас бейбулат аскаров человек с 25-летним опытом работы профессиональным оператором на гтрк дагестан блата саламу алейкум валюту салон расскажи пожалуйста как ты пришел в операторство так скажем очень интересное такое событие я сюда пришел не случайно мне просто помог мой тесть у меня был тесть управ делами ленинской администрации города махачкалы у меня спросил что ты умеешь я говорю я люблю фотографировать я люблю снимать и 27 августа я практически сюда пришел не зная принципов работы как работает телевидение знал только снимать так вот так а что там существует там общие средние крупные планы это я уже на брался здесь здесь каком возрасте я сейчас скажу 2000 год это мне было 31 год но ты оканчивал какой-нибудь у меня средне техническое образование я технически короче говоря я электрик по факту и выходит работать я начал сперва до телевидения восемьдесят седьмом году я устроился учеником киномеханика кинотеатр октябрь там я работал практически как полгода ходил бесплатно ну мне нравилось снимать как это кино крутится как показывается как проецируется меня тоже там мой учитель один учил очень хороший человек правда он уехал в израиль очень хороший человек он меня обучал этому благодаря ему я уже подготовился в течение года я от кинамики на ученика киномеханика перешелלק учить киномеханик первой категории у нас было там три категории третья категория киномеханик получал восемьдесят пять рублей киномеханик второй категории получал 95 рублей у меня был к киномеханик первой категории я получал 110 рублей и я работал там там было в две смены одна смена с 9 до 4 из 4 до 22 до самого последнего сеанса я так проработал там до девяносто первого года после этого пришлось мне оттуда уйти ну по технику не просто по семейным обстоятельствам и потом также случайно так получилось устроился в кинотеатр россия тоже киномехаником потому что от дома то близко там тоже там поработал потом работал политехническими университете тогда не университет был технический институт автоматикой управления ну короче сперва начал лаборантом потом техник по компьютерам а компьютеры были обычные советские обучение прошел получается в кинотеатр да да нет первое смотрите я хотел понять как идет система работы потому что понимаете в кино это что такое кино допустим вот вот допустим чаплинский фильм когда снимали снимали 16 кадров в секунду но там видела знаете когда вот мерцание такое а мерцание это как идет как обтюратор короче это получается чистота была такая любительская чистота но тогда люди только начали делать это все первое фотографии потом теле это появилось как его кино и потом в результате перешли к тому что ставил 24 кадра в секунду практически мерцания нету и мне было интересно как это все происходит вот это вот это волшебство я чем заключалась твоя роль там там заключалась в том что я короче говоря был киномехаником проецировал фильмы на большой экран который выходит в зал но непосредственно камерой у меня была своя камера у меня была кинокамера мне подарили кинокамера была формата 8 8 миллиметров формата вот так заводишь и снимаешь и что хорошо это был самый современный и кино кинокамер потому что раньше кинокамеры были как чтобы установить допустим между объектом съемки надо было специально такой осветительный люксметр называется ты должен свет проверить там по по шкале сколько здесь и установить на камере а у меня в камере внутри уже встроен был это я уже мог спокойно что а чтобы снимать допустим в таком помещении надо было дополнительный свет тогда использовалась пленка чувствительностью 65 единиц а чтоб снимать без света были самые максимальные которые сделать до 500 единиц то практически я могу вот при таком свете снимать но единственный минус там появлялась зернистость ты смотри чуть перепрыгнем и давай затянется хорошо первый материал который ты отдельно лично хорошо я помнишь перед это было вось у как раз восемьдесят девятом году у меня сестра выходила замуж думаю ну в чё это фотографировать я взял снял свадьбу у меня до сих пор на восьмимиллиметровой пленки сохранилась ее свадьба первая авторская работа работа свадьба свадьба это очень тогда для людей ничего себе это любительское видео 7 да конечно ну восьмимиллиметровой взять пленка вот такая понимаете как раньше вот допустим наше телевидение снимала на 16 миллиметровых а более профессиональные снимали на 35 миллиметровых это более широкая потому что там объем качества картинки более лучше но обычно наши кинооператоры вот такие легендарные люди как дядя саша александровский тагире монгазали вот нашего магомеда его отец работал прекрасный человек человек который меня научил показал что такой широкоугольник для кино для видеокамеры это великолепно самый первый человек который работал на этом телевидении это был дядя лёша шишкин человек который с самого истока начинал здесь работать и фактически мои учителя были тагире монгазалиев и александровский дядя саша и благодаря ему я уже как начал изучать азы операторского искусства учился каждый день фактически у меня был такой когда на любую съемку это у меня был мандраж такой а дядя сашка тут я должен быть мандраж есть у тебя мандража нету значит у тебя все получится не то а мандра подводили тебя получать тогда ты съемку сделал и вот этот мандраж у тебя уходит и ты уже с чувством того что ты что такой мандраж мандраж это дает в том плане что она тебя собирает изнутри она тебя консолидирует чтобы ты снял эту вот этого человека или вот какой-то объект так чтобы люди видели да это сделано вот так вот красиво четко без всяких этих вот это назвать и до сих пор вот уже 25 лет я работаю на телевидении у меня до сих пор существует такой мандраж друге не так сниму вдруг у меня что-то не то получится на гтрк тебя кто-то пригласил и не а вороты по я пришел нет не по набору у меня я же говорю у меня был тесть управ делами ленинской администрации города махачкалы он просто помог мне сюда устроиться он был знаком с магомед халимбековича ныне покойным эльманом сухановичем это были они однопартийцы в одном этом и вот благодаря ему меня сюда взяли и свой первый выезд первую съемку помнишь ой конечно доехал я это стать его как его анвер багиров мы с ним один раз поехали на одну съемку а вот эти в х с ки вот часто что штативы есть то цифровые камеры у нас тогда не было мы как снимали ставили стул стул суда и вот так камеру держим и желательно чтобы ничего не дрожало вот так снимали штативы мы только брались какая-то концертная программа ну штативы были очень тяжелый очень такие неуклюжие ну статичная съемка она кажется должна быть везде потому что если статичной съемки нет это то что ты снимешь это называется у любительская будет вот так потихоньку я учился этому несколько говорили булат вот так не снимай вот так снимай допустим вот так делай я учился я не обижался я наоборот принимал все критики то что есть в этом вопросе потому что мой учитель всегда дядя саша говорил нашему делу надо учиться всю жизнь всю жизнь потому что операторское искусство и на безгранична в своих проявлениях вот до сих пор еще сейчас еще работаю вот так вот на данном этапе ты на пике ты уже все больше дальше развиваться есть куда есть конечно есть потому что я даже кстати я забыл вам рассказать вот на вхс к когда мы снимали там подключался один микрофон а мы один раз должны были снимать махачева вот был председатель нефти нефти короче наш и а у нас первая передача которую мы снимали шамилем амиралиевым был актуальное интервью кстати который сейчас только есть а тогда было это выездная съемка и надо было два микрофона там один микрофон а там были вопросы ответы и я предложил говорю слушай давай сделаем так подключим к сделаем два микро а как их сделать там ход это не рассчитаны на вот эти вещи они не рассчитаны на вход один ход только я мурадика нашего абдулаева он очень в этом вопросе кулибин и он сделал не один переходник с мини джетовской это и вы знаете шикарный звук получит два микрофона подключил а к вхс его допустим сейчас в обычной камер цифровой что есть чтобы звук слушать есть сразу включил по а там не было и проходились там выходы были белые и красный и он сделал такие переходники для наушников и я слышал все и вот это единственное вот это я новшество сделать на ухо а тебя на ухо от меня пошло но благодаря мураду потому что если бы не его указать это была моя это идея оплатил он эту идею воплотил и показал как на самом деле имеет очень понравилось в 89 году я был в ленинграде как раз в эрмитаже я взял с собой камеру и вот знаете как там невозможно было снимать надо было пленку чтобы было какой-то выдержки больше было я взял пленку 125 единиц а там я увидел такого одного японца смотрю вот такой портфельчик у него типа висит и камера я спрашиваю что как у вас чего это пожалуйста как тут отсюда вот и показывает вот кассету вот как раз в хс к было раньше камеры в хс к как же это потом они появились когда их туда ставить стали а так она была вот дискать портфельчик типа вот вот такой портфельчик ты вот здесь открываешь сюда кассету стал закрыл и начинаешь снимать и для меня это было так интересно а у вас цветная а там понимаете как разницы нету хоть цветной хоть черно-белый а когда ты на кинокамеру снимаешь там надо если ты снимаешь надо купить пленку чтобы была цветная если ты купишь черно-белое там совсем другой там черный цвет и белый все и мне было так патрисян восемьдесят девятый год а когда эти первые камеры появились у нас здесь в дагестане девяностом году тогда эта камера стоила около 20 тысяч рублей но то же самое если его сейчас поставят две волги можно было купить но тогда для людей о ничего себе это так смотреть а видеомагнитофоны когда первые появились особенно электроника первый советский это ставишь кассета там три часа можно чтобы не допустим на кинокамеру три часа сделать это вот такая бобина у меня должна быть чтобы я мог его крутить и без звука а здесь у тебя и звук есть и картинка и все есть за 25 лет очень много выездов много чего сняли вы ой есть что-то самое запоминаю любая который выезд был в район в любой район который в дагестане есть я вот посмотрел мне нравились сельские съемки мне нравились бабушек снимать мне дедушек снаривать какие они добрые искренне везде вот какой район дагестана ты не поедешь такие добрые такие положительные я отдыхал там сказать что от понимать это то же самое сказать кого ты больше любишь папу или маму потому что и папу и маму надо любить это твои родители тут уже как это без вариантов что-то отдельно выйдем а учиться хорошо расскажу я поехал один район ботлигский район селение сделок если вы знаете есть такие братья джафар вы джудаисты если вы слышали ли и мы поехали с галой сурхаева и просто поснимать а его деде а его силу село там там были так сказать люди трудяги и там был один кузнец его кличка был буду лай мы его сняли потом случайно узнали что в этом районе живет бабушка который 120 лет мы сразу это взяли в оборот сразу пошли к ней ехали за одной съемкой и еще по ходу еще дал нет мы его приехали взял вот значит снимаем вот там же где-то нам сказали у нас здесь бабушка есть может вы пойдете с удовольствием мы сразу побежали туда сняли эту бабулю она там танцевала зикру я вам если что по телефону отправлю мне есть как раз передача про это так она танцевала зикру и тогда было 120 лет и и рядом с ней сидела дочка который было 70 лет взять был которым было 75 лет достать 19 лет она в иголку без очков одевала потом когда это на потеряла сына у нее вот от переживания уже потерялась зрение в тебя и когда я к этой бабуле мне так по впечатлению а там не переводят потому что андийский язык это совсем по-другому он не отличается от аварского я спрашиваю через переговору бабуля а вот вы столько прожили это как так вот она мне по голове гладить сынок надо год любить всевышнего аллаха горит и людей тогда тебе всевышний да все что ты хочешь и я это запомнил на всю жизнь я был под впечатлением потому что эта съемка была в 2005 году но они потому что какие-то мудрые заветы давали да конечно конечно ты понимаешь вот когда вот разговариваешь разными вот взрослыми да как будто они сговорились понимаешь как будто вот говорят всевышний аллах людей надо любить людей надо ценить людей надо уважать любить всевышнего аллаха который тебе дает день для то что ты живешь то что ты можешь радовать людей можешь других радовать себя радовать понимаешь как будто под копирку все так говорят вот по району ездию по всему дагестану все вот так говорят потом я узнаю прошу прощения окажется у меня прадедушка прожил 127 лет прапрадедушка он воевал с мамом шамилем на фольгу он родился 1812 умер 1939 году я понял елки-палки а дед-то был прадед был красавчик было такое что ты очень важную съемку какую-то обломал или напортачил что-то нет у меня такого не было но там были не понимали но то звук пропадет но такого не было я вам честно скажу с 2001 года до 14 года я снимал все сессии народного собрания я с балкона снимал вот это все но все гладко проходило все гладко кстати еще одна запоминающего то вы спросили что еще за по мне больше запомнилось в 2003 году мы летали на самолете генерала казанцева виктора казанцева с расул гамзатовым в сочи полетели наш президент владимир владимирович путин наградил его орденом андрея первозванного первой степени что вы поняли что такое андрей первозванный первой степени это полтора килограмма чистого золота это золотая это высшая награда российской федерации а кто такой был андрей первозванный это андрей первозванный был учеником иисуса христа который принес христианство именно в россию а вторую получила наша великая фазу гамзатов на но уже серебро я первый человек, который был... Я удостоен был чести полететь на... Это для меня было... Запечатлило этот момент. И это не просто запечатлило, это для меня было, знаете как, это восхлынули, скажем, положительные эмоции были. Я Нону Бригладзе видел, вот это, которая пела снегопадца, снегопадца, если женщина любит. И она с Расулгом Затовым, они вместе разговаривали. А я это все на камеру снимал. Я горжусь, что я застал нашего великого Расулга. Я когда говорю Расулгом Затов, я подразумеваю все. Человек, который здоровался с великой Индирой Ганди, человек, который здоровался с Фиделем Кастро, человек, который знал Чи Гевару. Этот человек, это было не просто, это ходячая легенда была Расулгом Затов. И вот Дагестан, раньше не знали, где находится Дагестан. А где там находится? Расула Гамзатова знаете? Знаем. Вот это наш. Ясно. Поэтому я горжусь, что я застал, успел увидеть великого Расула. Я рад очень, что я с ним сфотографировал. Кстати, вы знаете, вот здесь вот в коридоре у нас на ГТРК есть фотография, посмотрите. Там это было снято в 2000 году, когда Расула Гамзатова наградили. А, была его книга, презентация «Кодекс горца и мой Дагестан». И я имею честь там с ним рядом. Я ему руку на корень поставил из фотографии. Вы посмотрите, там есть фотографии. Посмотрю обязательно. Вот так что вот это... Получается, если подытожить, можно сказать, благодаря профессии вашей вы с очень многими выдающимися людьми виделись, фотографировали. И надеюсь, еще увижусь с очень хорошими людьми, потому что я вот, знаете, говорит, человек, когда говорят, человек работает, да, вот я свою работу то люблю. Фактически я не работаю, я отдыхаю. Я люблю свою работу. Я наслаждаюсь, да. Вы знаете, я эту профессию не случайно выбрал, потому что я вот, не знаю, раньше мне никто не говорил. Оказывается, у меня дедушка Бейбулат был один из основателей Азербайджан фильма. Бейбулат. Оскаров Бейбулат Нухбекович. Все-таки какие-то корни, короче, которые туда вели, было, да? Да, это оттуда пошло. И вот это я так... И есть фильм, короче, мой дед снял под властью Адата называется в фильме, черно-белый. Потом есть крылья холопа, чадра. Если перед вами стоит выбор, вы выехали на съемку, свет плохой и ракурс плохой. Но есть возможность выбрать хороший свет без ракурса. Или же ракурс хороший, но без плохого света. Что предпочтите? Вы знаете, но это то же самое. Вы знаете, вы сейчас это сказали, но... Понимаете, вот бывало моментами, мы без света тоже ездили, но мы делали, знаете как? Вот, допустим, человека, который... Вот окно, если находится сзади, а человек, ты стоишь около окна, качество будет очень плохое. Вот, допустим, выключить свет, открыть окно, свет будет великолепный. Свет нужен, да, без света никак. Но мы выходили из положения. Мы старались какую-то в кабинете перестановку сделать, что-то... Ну, человека красиво снять. Все-таки хороший ракурс или хороший свет. И, понимаете, одно с другим. И хороший ракурс должен быть, и хороший свет, потому что одно от другого нельзя отделять. Иначе это не то будет, поверьте мне. Одно с другим, потому что... Ну, я то же самое скажу, еще раз. Ты папу любишь или маму, понимаешь? Ну, если ты папе скажешь, мама обидится, маму скажешь, папа обидится. То же самое. Они это как, знаете, как руки, две руки. Ты же с одной рукой не сможешь жить. Ну, можно прожить, да. Но, опять-таки... Дискомфорт будет. Дискомфортно будет, неудобно будет. А здесь то же самое, потому что... Что такое оператор? Оператор тоже самое художник. Рисует свет там, понимаете? Выставить камеру, установить баланс, потому что, понимаете, когда бывает человек... Вот, допустим, женщин бывают, ну, как солидные, такие здоровые женщины бывают, их никогда нельзя снимать с нижней точки. Это не солидно входит. Чтобы она более красиво выглядела, камеру надо выше поднимать и красиво показать. И все, понимаете, потому что у любого человека, ну, как, женщины, они более себя любят, как... Ну, чтобы их красиво показали. И я стараюсь как-то вот, чтобы показать женщину, не показать ее как-то вот укрупненно. Я беру средний-дальний план не вот с этой точки, а вот так вот. Чуть-чуть выше. И тогда это все сглаживается. В любом случае. Вот как-то так. Если коротко, бегло пройтись, вы выехали на съемку. Какие ваши действия бывают? Порядок действий какой? Порядок действий. Мы обсуждаем с редактором, как будем снимать, кого будем снимать, тема какая. В зависимости, какая тема, такая будет и съемка. Потому что без обсуждения, понимаете, раньше... Сейчас-то более проще стало. А раньше, когда, чтобы, допустим, снимать на кино, допустим, здесь на телевидниках было, там надо было сценарий, потом режиссерская постановка, операторская постановка. И там снимало, знаете, называется монтажно снять. Ну, по сценарию. Вот, допустим, допустим, говорит, Расул, минуту ты говоришь, мы тебя снимаем. Ты говоришь, звук отдельно пишется, потом стоп. Поворачиваем зал, там люди. Ну, что, ребята, хлопайте. Выбор камер сейчас большой. Очень большой. Потому что не успеваешь, во-первых, за ними проследить, что эти камеры делают. Во-первых, не успеют купить камеру. Сейчас появилась такая же камера, только в формате 4К. Да. Нет, а есть предпочтение, допустим, Sony, Panasonic. Вы знаете, я вам скажу, вот мне, честно говоря, нравятся наши камеры, вот которые мы закупили в 2020 году, Луиза Гадживина. Великолепная. Мобильная камера. Не тяжелая. По качеству ничем не уступает. Можно снять. Хочешь, руки снимай. Штатив мобильный. Хочешь, этот штатив сделай монопотом. Хочешь, все три ноги выпусти, будет шикарно. Короче, мне нравится эта камера. Я предпочитаю, знаете... А что за камера у вас? Sony. Sony. Вот эти, ну, маленькие камеры, которые мы тематически, я не знаю, как она называется. Но она флешечная, короче говоря. Вот такие маленькие камеры. Удобненькие. Завершим, наверное, уже к завершению. Пожалуйста. Для молодых ребят, которые посмотрят, возможно, ваше видео, они придут какой-то совет, наставление, что дадите? Молодому оператору им. Я скажу молодым операторам, пусть они учатся. Не говори, что вот я научился снимать, а пускай учатся. Не просто, а учатся ответственности. Потому что любая съемка... Я всегда, когда снимал, я всегда думал, елки-палки, ну ладно, в кинотеатре, там, ну, люди, 400 человек посмотрят. А это практически тебя весь Дагестан видит. За твою съемку есть какая-то ответственность. Поэтому молодым, ребята, дерзайте. Дорогу оселит идущий. Учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Потому что без учебы, без познания технических возможностей и работы у вас ничего не получится. Поэтому под лежачий камень родник никогда не подсчет. Поэтому молодые, приходите. Что я сам знаю, я вас научу. Никаких проблем не будет. Главное, дерзайте и идите вперед. Эй, Влад, благодарю вас за интервью. Я надеюсь, что это видео будет полезным. И вам спасибо, Расул, то, что вы решили сделать такое доброе дело. Потому что раньше пис... Я всегда говорил, раньше летописцы делали, а сейчас видеописцы делают. То, что видео снимают, это сохраняется на века. Поэтому для будущих поколений то, что вы делаете, делайте. Дерзайте, продолжайте, не останавливайтесь. Вам творческих успехов в вашем непростом деле. Спасибо. Всех благ.